Наш экскурс в этику иудаизма и переходим к десятой заповеди. Мы идем сейчас по плану по заповедям, а потом будем дополнять то, что не было еще сказано и не вошло в эти заповеди. Правда? И последняя, десятая заповедь. Так, вы уже начали урок. Значит, не желай дома своего ближнего, не желай жены своего ближнего, ни его раба, ни его рабыни, ни его быка, ни осла и ничего, что у твоего ближнего. Очень интересно, если ничего, так зачем тогда перечисляется? Не желай жены, не желай дома и так далее. То есть, если где-то что-то повторяется, если где-то что-то подчеркивается, то это очень важно. То есть, имеется в виду, не желай, видите, жены ближнего своего, это может быть и связано с каким-то, допустим, развратом, когда, знаете, люди часто смотрят на других жен, да, либо связано с какими-то его действиями, так иногда там женится неправильно, а потом начинает думать, у другой жена лучше, да, не такая, как моя, а вот я ошибся. То есть, различные возникают мнения людей, так же самое, видите, если говорится о доме человека или о рабе, рабыне, что это говорится? Об имуществе, правда? Об имуществе, да, о богатстве. Если мы современные, да, можно завидовать и желать какую-нибудь квартиру, дом особый хороший или что-либо из осла, да, из транспорта, из астранспорта или из вала, это что? То, что работает, да, то есть инструменты можем пожелать какую же машину или эту самую машину и так далее. То есть, здесь, видите, как бы подчеркиваются разные виды, которые могут быть пожеланий и, говорится, ничего, что у твоего ближнего. То есть, мы видим, что в Торе есть право частной собственности, правда? Вы знаете, что были такие общества, где частная собственность, да, ничего, как говорится, не стоила. Все твое мое, все мое твое, да, мы будем говорить о праведниках, о злодеях и различных людях, которые говорят так. Ну, здесь говорится, что то, что принадлежит одному человеку, оно абсолютно ХРМ запрещено для другого человека. И употреблено глагол-корень ХАМАД. Да, не пожелай, ХАМАД. Это местописание, 10-я заповедь. Это что, исход 20-я глава, да, и второзаконие тоже. Хэмда, хэмда, желание. Может быть, тоже, в общем-то. Почему милая? Потому что оно входит в желанное, как милая переводится, как желанное, скорее, да? Вот, ХАМАД, ХАМАД, а хэмда, это что? Желание. Причем не просто желание, а желание очень такое страстное. Потому что слово ХАМ, ХАМ, оно указывает на страстное желание. Почему ХАМ был ХАМом? Мы говорим горячий, горячий, да? ХАМ был горячий человек, горячий. Но если взять из корней английского языка, это я просто, чтобы вам... Значит, помните в английском языке, что означает МЭД? Сумасшедший, да? Сумасшедший ХАМ или горячий и сумасшедший. Подходит это на завистливого человека? Правда? Это для того, чтобы вам легче было запомнить. Да, так же видите. Хэмэд. Да, Хэмэд, это прелесть, красота. Видите, прелестность, прелестность создания. Да, то, что нас прелещает, да, прелесть. В православном прелесть, это имеет не совсем такой смысл, как в общем для нас. Прелесть, прелестность, да? Хорошо. Но прелесть, да, обольщение, да, обольщение. То есть, то, к чему мы стремимся, но то, что не является в действительности правдой. Итак, Хамад. Желать, наслаждаться, находить удовольствие. Так же желанный, приятный, вожделеть, страстно желать, жаждать. Поэтому есть разные переводы, да, есть не пожелай, есть перевод не домогайся, да. То есть, видите, это не просто желание, что я хочу, а не роце, да. Но здесь говорится о горячем желании. То есть, ну, человек буквально сходит с ума, если не получит то, что он пожелал, да. Вот такое вот сильное и страстное желание. Да, может даже и одерживость. Это не просто мне тоже хотелось бы, да. Но просто я хочу, и я не могу без этого. Это же заповедь, она в тортовке Конфуция, я уже вам говорил, да, который предлагает рецепт, как избегать этого желания. Помните, запишите, да, Кунзи, помните, я вам, что это, скорее всего, он был еврей, он жил в времена Исаии, но где? В Китае. В Китае. Кунзи или в Конфуции. Говорят, что он был из колена Ашара, Асера. И вот он придумал хороший очень рецепт против этого. И он сказал, подумай хорошенько, то, что тебе кажется необходимым, на самом деле излишне. То есть, то, что тебе кажется настолько страстным, желанным, да, это что? Оно тебе не нужно, да. Можете записать, хорошая формировка. Подумай хорошенько, то, что тебе кажется необходимым, на самом деле излишне. Интересно, что вот эта заповедь Немножко дана как бы по-другому, чем все другие заповеди Все эти заповеди говорят, делай и не делай А желание, оно где находится? Внутри сердца человека, да? Но это настолько страстное желание, что человек не может, да, вы правильно сказали, контролировать его, да? И то есть мы помним, где начинаются все наши действия, и хорошие, и плохие В сердце нашем, да? В сердце нашем, но проходит через разум, да? Разум уже показывает, как нужно действовать, да? То есть пока мы о чем-то не задумали, оно не появилось в наших мыслях, да? Желание сердца, потом разум, потом начинается действие Если мы несколько раз совершаем какое-то действие, это уже переходит в привычку, да? Привычка переходит в навык Навык мы уже делаем автоматически, не задумываясь И так далее, вплоть до того, что в конечном счете это влияет на наше спасение Видите, мне сказали, не пожелай убить человека Ну, наверное, если бы мне составить список тех людей, которые я захотел бы убить То это был бы приличный список, правда? Ну, я никого не убиваю И я не нарушаю эту заповедь Но стоит мне только задуматься о чем-либо, да? Что я бы тоже это хотел И тут, оказывается, я уже не нарушитель ограды А нарушитель самой заповеди То есть вы понимаете, что это очень строго И поэтому Туару требует намного больше Не просто не делай, да? А подавлять запретные желания И вести себя так, чтобы они вообще не возникали Может ли такое происходить? Правда? Вот мы часто Вот наше общество, оно Как-то до революции Были люди, да? Если даже духовные, недуховные Но как-то они искали духовный поиск У них глубокий самоанализ Потом это все назвали интеллигентским самокопанием А теперешнее общество Оно как раз находится Завидуй, пожелай Вот заметьте, на чем Вся реклама основывается Показывают какую-нибудь красивую женщину Возле автомобиля И у тебя сразу же возникает желание Иметь такую женщину Такой автомобиль И так далее, да? Вся реклама Вся наша жизнь на этом основывается Опять же, я говорил Если человек Хочет показать себя в обществе Он начинает вызывать зависть у других Он приводит гостей к себе в дом И Что они начинают? Завидовать, да? А если они ему не завидуют То что? Он начинает им завидовать, да? Да, потому что Раз они ему не завидуют Значит у них есть что-то такое Большее, да? И тогда он начинает завидовать им То есть все общество Особенно на зависти Вы заметьте Раньше, допустим, делали какую-то обувь Да, как Помните, на проповеди вам говорили Там 10 лет носилась И даже не знали, как ее сносить, да? А теперь раз Все, почему? Потому что людям неинтересно иметь Обувь Им интересно иметь такую обувь, которая Нету у кого-то другого Ему неинтересно иметь такие часы Какие они бы точные не были, да? Но ему интересно иметь именно там Карда или как эти часы? Картье? Картье или как они называются? Эти я даже не знаю, как они называются Но очень такие модные часы, к примеру, да? То есть все имеет что-то лучшее И поэтому у них уже есть Но они выбрасывают Для того, чтобы купить Снова И вот на этом Вся рыночная экономика Да? И основана Вот Мой сын делает различные Для спортсменов Оснащение рюкзаки и так далее И ему всегда делают замечания Ты, говорит, слишком хорошо делаешь, да? То есть если он уже делает Как говорится, это тебе носит жизнь 20 лет будешь носить, не износишь Как минимум Да? А люди как делают? Чтобы оно износилось и через месяц Потому что купить что-то новое Что-то другое Есть мобильный телефон Значит какой-то другой Навороченный супермобильный телефон И так далее Все вот основывается на этом зависти Все наше общество Основывается на этой зависти Но если бы разобраться То все это лишнее И ненужное Человеку, в общем-то, совсем немного Надо, да? И, как говорится, в Новом Завете Ну что нужно? Одежда Питье, как говорится Кушать Работа Дом Да? Нормальная семья Все Но человека начинает Если он Он худой Значит, он там должен сделать Еще худее Женщины доводят себя до Такого, я не знаю Умирает Буквально умирает И есть эти случаи, да? И фотомодели умирают Для того, чтобы стать Похожей на какую-то фотомодель, да? Или, если, значит, у него там Глаза такие Она себе делает Другого цвета глаза Или нос там Себе делает Как у фотомобедели Ну, я уже про перекрашивание Волос не говорю Это уже издавна Употреблялось, да? Кстати, кто научился ему Этому людей? Азазель Азазель Это одно тоже И синоним названия Дьявола Двигать, да? Азазель Я подвину Бога Можно так перевести Я буду двигать Бога Тут длительное Да, Азазель Да, то есть, видите Это вызывает Зависть Ну, вообще-то Если в узком смысле Если человек говорит Я хочу иметь нечто подобное Это еще не зависть Но Категорически запрещено Желать именно То, что есть У соседа Нарушителем Этой заповеди Считается даже тот Кто стремится Получить чужую Понравившуюся ему вещь Законным Способом То есть, не украть Не отобрать А купить за деньги Вот, если кто-то приходит И говорит Продай мне эту вазу Ну, зачем Я тебе обязательно заплачу Да, все Хорошо заплачу Он говорит Ну, извини Это мое Это мне бабушка оставила И тогда он начинает Выдумать Да Вот так же случилось В Библии Помните С царем Хаум Вот И этот царь Захотел виноградник Приобрести Видите Цари по Торе Это Царь, видите Вождь Да Народа Он не властвует Над народом Царь обязан подчиняться Законам Торе Ну, правда Не все цари это делали Но, в принципе При восхождении на престол Царь был Должен был Полностью Переписать своими Руками Всю Тору Даже не Сказать Какому-то писцу Перепиши И положи меня на стол А я буду Периодически читать Вы сами понимаете Что если человек Что-то переписывает Да Он вникает То есть По сути дела Это конституционная Монархия Да Потому что Тора Является Конституцией И всякое нарушение Тора Нарушение Конституции Но кругом Жили Абсолютные Наанархии И он был женат На дочери Сирийского Или Сирийского царя Как ее звали? Изавель Видите Изавель Интересно Что Да Да Зав Да То есть То же самое Корень Как муха Навозная куча Бел Зевув Видите Изавель Бел Зевув И кстати Была такая Королева Изабелла Помните Которая Тоже Ненавидела Еврея То же самое Имя У нее Была Зев 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 Да Изавель И это Изавель Говорила Так Ну Извини Но моему папу Такого никогда не было Чтобы кто-то Постеснялся Так поступить Да Чтобы кто-то Постеснялся Так поступить Извини Ты царь Или не царь В конце концов Ну Я так И на него Пелела Пелела И в конце концов Согласился На это И как только Он это сделал Видите То Бог Через пророка Сказал Что конец Династии Да Конец Династии Прошел То есть Есть такие действия Которые Переполняют Чашу Божьего Гнева Да И Он Ложно Обвинил Этого человека Есть Видите Есть Цари Есть Монархи Да Вот А Есть Такие цари О которых Мы как Говорим Что Они Диктаторы Деспоты Да В чем Вот такой Диктатор И деспот Отличается От обычного Царя Царь Издает законы И им же Подчиняется Да А то Деспот Или Диктатор Что Хочу То И Делаю Да Диктует Сам Себе Да То есть Человек Полностью Поддается На свои Желания То Что Он Хочет То И Делает Да Зависть Честно Связана С чувством Жадности Или С чувством Самооценки И Оценки Других Людей Ну Вот Недаром Про Украинцев Говорят Анекдоты Я еще раз говорю Это не анекдоты Унижающие Украинскую Нацию Или Какую Либо Другую Да Но Есть Нации Которые Имеют Определенные Что Черты Да И Если Мы Принадлежим К этой Нации Так Или Иначе В нас Эти Черты Характера Закладываются Ну Вот Французы Какие Они Ну Блудливые Да Блудливые У них Все Женщины Да Вот Итальянцы Там Любят Выпить Вина Да Вот У них Такой Видите Поверхностный Часто Бывает Отношение Поверхностный Подход К Людям Есть Допустим Немцы Они Что Они Очень Точные Да Немецкая Точность А швейцарская Точность Еще Точнее Правда То есть Они Могут Совершать Даже Противозаконные Действия Но Если Им Это Приказали Они Не Будут Задуматься Законно Или Противозаконно Да Но К сожалению И Я тоже Принадлежу К Украинской Нации Частично Да В нашей Нации Есть Вот Это Чувство Зависти Поэтому Говорят Так Что Золотая Рыбка Сделать У меня Корова Сдохла И Чтобы У соседа Корова Сдохла Правда Самое Такое Желание Нет Чтобы Как Евреи Говорят Живи И дай Жить Другому Я Еще раз Говорю Я не ругаю Украинскую Нацию Но У нас Такая Жадность И Зависть Она Как Говорится В крови Как Она Формировалась Это В результате Исторических Каких-то Событий Или Вот Говорят У русских Загадочный Русский Характер А Чего Он Такой Загадочный А Просто Он Непредсказуем Непредсказуем Видите Русский Русский Человек Да Он Как Говорится И Коня На Заскаку Становит Женщина Горячую Избу Идет Да И Сироту Прийти Да Но Если Изба Не горит И Сироты Нет Он Может И Поджечь Избу И Сироту Сделать Абсолютная Непредсказуемость Характер Ну И Еще Любовь К алкоголизму Хотя И у украинцев Тоже Есть Любовь К алкоголизму Но Жадность Преобладает И Поэтому Помните Есть Такой Анекдот Про Ад Еврейский Ад Да Украинский Ад И русский Ад Это Очень Значит Смотрит Ну Экскурсию По Аду Такая Яма Большая В ней Волючая Проволока Кругом Да Собаки Кругом Ходят Туда Сюда Все Что там Такое Куча Евреев Сидит Это Еврейский Ад А почему Такая Охрана Потому Что Говорит Если Один Еврей Вылезет Все Вылезут Следующая Подходит Яма Значит Сидят Мужики В яме Песни Поют Вокруг Ямы Бутылки Валяются Никто Не Вылазит А что Да Мы Говорит В день Водку Спускаем Вот Они Там И Сидят И Никто Не Уходит И Подходит К Украинский Ад Сидят Голодные Без Водки И Охраны Нет А это Украинский Ад А что Говорит Если Кто То Начинает Из Ада Вылазить А Ее Обратно Затаскивает Правда Вот Поэтому Для нас Это Заповедь Очень Актуальна Очень Актуальна И Видите Если Мы Уже Говорим О Зависти То С чего Начинается Зависть С чего Начинается Родина Что Каждый Человек Начинает Себя Сравнивать С другими Да Даже Есть Такая Пятидесят Песня И Сравнивая Свои Пути С другими Путями Каждому Своё Дано Правда Вот Каждому Бог Дал Определённые Дары Каждому Бог Дал Определённый План Для его Жизни Но Человеку Всегда Кажется Что У Другого Лучше Да Вот Есть Такое Пословице Еврейская Краденая Вода Слаще Да То Если Что У соседа Украсть Яблочко Оно Лучше Чем Яблочко С нашего Огорода Да Видите Люди Сравнивают Себя С друг Другом И при этом Они своих Не видят Да Достоинство Видят Достоинство Другого Человека Да Поэтому Может быть Ещё Второй Вариант Первый Вариант Это Жадность Это Низкая Самооценка Да Если Человек Чего-то В жизни Не достиг И В этом Он Начинает Обвинять Самого Себя Да А Может быть Не достиг Он Потому Что Это Ему Не надо Было Достигать Я вам уже Рассказывал Сидром Неудачника Это Тоже Вот Опять-таки Зависть Формируется Потому Что Я Вот Так Я Так Неудачник Павел Мог бы Себя Сказать Что С точки Зрения Мира Он Самый Большой Неудачник В мире Он Практически Ничего Не достиг Ни Богатства Ни Положения В то Время Когда Это Сейчас О Это Павел Сказал Павел Павел Аполлос Вот Послушай Аполлос Вот Это Человек Его Палец Вот Не Кради А Тимофей Тимофей Тоже Вот Умный Что Такое Павел Что Такое Павел Мешает Нам Вы Знаете Он Вообще Склеротик Он Даже Не Помнит Кого Крестил Крестил Кого Забыл Мало Ликого Крестил Правда Неудачник Куда Не Сунется То Камнями Куда На Корабль Поплывет Корабль Потонет Он Несколько Раз Я Тонул Это Только Один Раз Описано В Деяниях Там Еще Случа Разные Были Ну И В конце Концов Кинули Его В Яму Там И Отрубили Ему Голову Да То есть Видите Именно Неудачники Они С точки Зрения Бога Самые Удачливые Поверьте Правда Потому Что Не Самым Умным Дается Не Самым Богатым Не Самым Счастливым Не Самым Красивым Правда Вот А Тем Которые Будут Искать Господа А Кому Легче Искать Господа Богатому Или Бедному Правда Бедному Легче Богатому Очень Трудно Пойти Видеть Вот Поэтому Евреи Различают Белую Зависть И Черную Зависть Вы понимаете Белая Магия Она Все Рано Магия Черная Магия Все Рано Магия Белая Зависть Зависть И Черная Зависть Зависть Будет 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 Другому Другому Проводчику Завидовать Правда Плотник Плотнику Будет Завидовать Писатель Писателе И так Далее Или Вот Какой Это У него Такая Церковь У него 500 Тысяч Человек А у меня 20 Человек И Те На Домашнюю Группу Ходить Не Хотят Да А Начинали Мы С ним Одинаково Он Уже Генерал А я Еще Лейтенант Старшой То Вы Сами Понимаете Да А Другая Зависть Она Тоже Она По другому Она Конструктивная Как бы Зависть Белая Зависть Ну Смотри Выскочка Недоум Но Я же Лучше Его Значит Я могу Все это Сделать Лучше И Больше Достичь Да Она Белая Зависть Но Кстати Она Все равно Другого Человека Пытается Нивелировать Да Но Она Более Конструктивна По крайней Мере Человек Пытается Что-то Достичь Если Это Направлено На Учение Торы Да То Вы Помните Мы Есть Такое Еврейское Понимание Что Мы Можем Служить Богу И Хорошими Да Вещами Что у нас Есть И Плохими Но Лучше Конечно Хорошими Вещами Служить И Еще Мы Можем Что Сказать О Зависти Как Вы Думаете Зависть Кого Больше Разрушает Да Больше Разрушает Самого Человека Завистник Он Не Ест Не Спит Ну Есть Разные Формы Зависти Да Вот Да У Него Знаете Вот Подзникает Такой Завистники Вот Они Страдаются Часто Холециститом Да Печей Разлитие Желчи Да То есть Это Отражается И на Желудочно-кишечном Тракте Это Нас Не Отражается Это Отражается Даже На Его Разуме Потому Что Он Чем-то Другим Мог Заняться Но Весь Его Разум Поглощен Только Этим Да Вот Как И Мститель Ну Вы Знаете Если Завистник Достигнет Своей цели Так же Как Если Мститель Достигнет Своей цели Поэтому Мы будем Говорить Что Зависть Она Еще Чем-то Похожа На Ревность Да Что Происходит С этим Человеком Он Разрушается Да Если Достигнет Своей цели Потому Что Ему Уже Нет Чего Больше Желать Да Ле Опять Начинается Да По-новому Опять Начинается По-новому Гурку То есть Ничего Хорошего Тут Не бывает Даже Некоторые Из зависти Совершают Супружеские Измены Ну вот Например Один человек Значит Один человек Был врачом Канаде И Пациент Признался Мне Пишут Что он Состоит В интимной Связи С женой Своего начальника А зачем Это вам Поинтересовался Я Ответ Был неожидан У него Под лица Все есть Красивая Жена Положение Деньги Вилла А у меня Заповедь Не кради Потому что Завистник Хочет приобрести Законным Или незаконным Путем Если Каждая Из этих Заповедей Все связаны Друг с другом Естественно Но Зависть Она Наиболее Сильная Из этих Всех Чувств Да И Придет К нарушению Любой Заповеди Ну Естественно И заповеди По отношению К Богу Потому что Завистник Он Своей целью Его Идолом Что становится Вот это Его желание Да То чего Он желает То есть Даже Принцип Да Не сделай Себе Идола Завистник И это Нарушает Абсолютно Все заповеди Нарушает Завистник Он Может И украсть И убить И вы помните Самое первое Убийство в мире Оно произошло Из-за чего Из-за Зависти Даже в политике Зависть Часто служит Причиной Войн Различных Насилия И страшных Таких Вот Случаев Вот Часто Бывает Важно Не предмет А статус К которому Он прилагается Ну то есть Человеку не нужен Роллс-Ройс Но ему нужно Уважение В глазах Окружающих Когда он едет За рулем Этого Автомобиля Да И часто Вот эта Мода Вы знаете Что у нас Говорит Слово Мода Да Это что Это фактически Есть результат Зависти Да Женщины Завидуют Что Другим Женщинам И хотят Одеваться Как Модно Как вы думаете Журналы Мод Возвращают Хорошее Чувство Вот смотрите Есть такие чудесные Платья Ну правда У меня не хватает Денег на них Но другие же люди Это носят Какие они Счастливые Какие они Красивые Да Или наоборот Правда Вот Ну мужчины Свои моды Конечно Тоже на машину На компьютер И опять-таки На это положение Еще Зависть Может быть Как результат Чувства Отверженности Да Вы знаете Что есть Люди Которые Страдают Чувством Отверженности У них Были Или трудные Детства Или Их Отвергал Коллектив И они Ради того Чтобы Не быть Отвергнутыми Обществом Идут На любые На любые Точные Должностных Преступлений То есть Например Он хочет Жить В каком-то Престижном Доме У него Нет возможности Или в каком-то Престижном Квартале И чтобы Его общество Не отвергало И вдруг Он становится Бедным Да Ему надо Переехать В какой-то Другой Квартал И чтобы Не быть Отвергнутым Обществом Он будет Все стремиться Вплоть до Преступления Ради чего Ради того Чтобы Как говорится Быть Не хуже Людей И это Буквально Разоряет И это Тоже Есть Проявление Зависти Видите Смотрите Какие люди Закатывают Свадьбы А? Страшно А померить То еще страшнее Помните Был такой Гелель И он Первый Кстати Придумал Чтобы Харали В Саваде Как Евреи говорят В Саваде Нет карманов Ничего С собой Не возьмешь Да? Савад Это Просок Кусок Ткани Почему Во времена Гелеля Уже тогда Многие Богатые люди Настолько Уже стремились Сделать похороны Ну как и сейчас Впрочем Да? Некоторые гробы Стоят Дороже Мерседеса Как я там Недавно видел В тинфильм О похоронах Значит Привезли Гроб И стоит Эта бедная Безутешная Вдова Рыдает Дочка Подошла А первый Савад Что делаешь? Не поцарапай Гроб И опять Продолжает Безутешно Рыдать Да? Кому Это нужно Когда это Все равно Все згиет Да? Да Ну у них Были конечно Некоторые Культовые Соображения Ну тоже Каждый Старался Сделать Себе Побольше Пирамидов Безусловно И наполняли Да Да Вот Действительно Чтобы Не было Хуже Других Да То есть Вот это Желание Как говорится А я Не хуже Других Да? То есть Что это Есть? Тоже Зависть Да? Поэтому У нас Видите Из Это Чувство Тоже Многие Люди Разоряются Буквально Да? Устраивают Свадьбы Устраивают Такие Похороны Что Другие Завидуют Вот Если бы Я на Его Месте Лежал Ох Хорошо Вот Хорошо Выловы Правда? Так вот Гелен сказал Что Всех Нужно Хоронить Без Гробов Да? Просто Завернув Саван Кого Закапывали Кого Ложили В пещеры Это Уже Как Был Богатый Он И бедный Но Все равно Даже Самый Богатый Человек Да? Собой Кроме Этого Куска Материи И у Ишуа Так же Самое Было Да? Помните? Хорошо Итак Еще Одна Из причин Мы говорили Это Когда Неполноценность И не хватает Людям Самоуважения Самоуважение И это Очень Развито Мы говорили В американской Нации Да? Стремление Быть первым Вот Американская Если У нас Да? Вот Нации Арабы Они В принципе Воры Они Не могут Не воровать Даже Об этом Говорит Еврейская Мудрость Да? Ну Конечно Есть Арабы Которые Не воруют Но Очень Трудно Но Очень Трудно Держаться Да? Да Помните Мы говорили Амонитяне И Моавитяне Они От Луда Произошли И так Далее А вот У американцев Это чувство Комплекса Неполноценности Чувство Отверженности Да? Проявилось В том Что Они Устраивают Любые Соревнования Лишь Б Только Показаться Да? Лишь Б Показаться Что Путь В чем То Он 30 Тортов Съел А тот 31 Торт Съел И Все Равно В чем То Иметь Преимущество В чем То Показать Друг Друг И Отсюда Вот Это Тоже Переходит К сожалению К нам Но Вы Должны Понимать Что Это В результате Комплекса Неполноценности Да? Человек Который Ценит И Понимает Кто Он Есть Перед Богом Он Такими Она Основывается На Зависти Да? Ну Спортсмену Дается Венок Как Говорится И Вы знаете Вовремя Первых Олимпийских Игр А Олимпийские Игры Были Отменены В 4 Веке Нашей Эры И Последним Чемпионом Олимпийских Игр По Боксу Был Грузинский Царь Это Уже Были Христиане Да Да И Вот Все Эти Соревнования Смотрите До чего Люди Себя Доводят Там Где Начинается Спорт Там Что Кончается Здоровье Да В те Времена Первых Олимпийских Игр Все Люди Все Люди Они Кто Были Любители Не Профессионалы Да И Павел Павел Сравнивает Такого Человека Стремящегося Ради Какой Славы Да Вот Помните Там Говорится Я Делаю Чтобы Не Бить Воздух Я Работал В физкультурном Диспансере Я Знаю Характер Спортсменом Все Есть Вот Такое Соревнование Называется Бойте С тенью Да Как Б Человек Сам С собой Соревнуется Да Ставит И Воображаемого Противника Добасит Вот Эти Образы Даже Есть У Павла И Если Говорит Люди Стремятся Ради Какого-то Лаврового Венка Ну а Теперь Там Что-то Другое Вот Ради Такой Ерунды Они Не Спят Не Едят А Теперь Еще И Принимают Гормоны Вот Кстати Сейчас Какая-то Была Спортсменка Дисквалифицирована Потому что Оказалось Что Она Гермафродит Он Забыл По какому Виду Спорта В интернете Побег Да Вот Видите Вот Я Тоже Знаю Что Принимают Женщины Мужские Половые Гормоны Для чего Вот Чтобы Быть Похожей На Мужчина Была Такая Вот Товаропресс Помните Кидала То ли Ядро То ли Молот То Была Дисквалифицирована Оказалось Что У нее Хромосом Наборы Значит Имеется Такой Хромосом Набор Как Полумужчина Ну От природы А есть люди Которые Именно Да Начинают Принимать Гормоны Вы Знаете Что Швейцинеггер Одно Время Очень Тяжело Болел Потому Что Те Люди Которые Занимаются Накачкой Мышц Если Они Прекращаются Это Делать Меоглобин Это Продукт Распада Мышечной Массы Он Закупорит Почки И Люди Могут Погибнуть То есть Ради Вот Этого Ради Этого Малого Люди Пытаются Что-то Делать И Павел Говорит Что Нужно Сравнивать Это Соревнование Стремление К Богу Но Зачастую Церкви Тоже Превращаются В соревнования У Кого Церковь Больше У Кого Церковь Лучше У Кого Там Лучше Проповедуют Да И Даже Есть За лучшего Прихожанина За лучшего Члена Церкви Соревнования Вот такие Устраиваются То есть Всякий Такой Соревновательный Дух В церкви Он должен быть Не должен быть Потому что Это результат Вот этого Духа Зависти Да Мы можем Соревноваться Друг с другом Но не так Чтобы их Друг друга Толкать Да Мы только Стремиться Должны быть К Богу Но Результатов Нашего Прихода К Богу Никто Кроме Бога Что Не видит Поэтому Мы должны Только гордиться Господом Да Сказано Мы не должны Гордиться Своими Детьми В любом случае Как только Ты скажешь Что у меня Хорошие дети Вот я замечаю Обязательно Что-то С ними Происходит Я скажу Что у меня Самая хорошая Умная Жена Значит Мы все Обязательно Переругаемся То есть Понимаете Бог Бог поставит Тебе в такие Ситуации Когда ты Никого Хвалить Не будешь Да Замечаете Это И говорится Если хвалиться Хвалящийся Хвались о Господе Это не значит Что мы должны Хвалиться Смотрите Как хорошо Я молюсь Да Или смотрите Вот как И у меня Отношение С Богом Вот там Все вокруг Эти дьяволы Разбегаются Бесы Да Но мы должны Хвалиться Богом То есть Внутренне Иметь Внутреннее Самоудовлетворение Самоудовлетворение Внутреннее И Зависть Это совершенно Другие Вещи И Последнее Что я хочу Сказать Итак Мы писали Я считаю Что зависть Мы говорили Да Это когда человек Один Завидит Другого То есть Это страсть Она Патологическая Страсть Да И эта страсть Может быть Питаться Нашей Жадностью Если мы Хотим Что-то Что есть Другого Да Но Можем И питаться Низкой Нашей Самооценкой Может питаться Чувство Отверженности В конечном счете Это все Проявление Гордости Скажите А низкая Самооценка Это есть Проявление Гордости Да Только есть Гордость Внешняя Да И Внутренняя Это может быть Такой Соревновательный Дух Или Результат То что нам Не хватает Самоуважения И у нас Комплекс Неполноценности Или комплекс Отверженности И самое Большое И самое Тяжелое Что есть В зависти Что это Недостаток Любви К другим Людям И прежде всего К кому К себе Хорошо Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова